Актуальный комментарий Максим Кравченко. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, братья и сестры. В чем секрет духовничества? Как найти духовного отца? Это должно быть какое-то родство душ? Или это мудрый наставник? Как подбирается пазл этот человек и батюшки? Мне кажется, что здесь все вместе. Конечно, мы можем исповедоваться, если нам нужно причаститься. В любом православном храме, у любого канонически рукоположенного православного священника. Но необходимо, чтобы в жизни был, в вашей жизни, такой священник, который, как лечащий врач, ведет вас по жизни, все практически о вас знает. И учитывая особенности именно вашей семьи, именно вашего воспитания, именно вашего здоровья, именно вашей даже, можно так сказать, современным словом, психики, ваших каких-то болезней, немощей телесных, усталостей, дает вам конкретные ответы на ваши вопросы, которые являются уже индивидуальным наставничеством. Потому что ведь у каждого человека разное здоровье. И одному, например, противопоказано строго поститься. И этому человеку духовник благословит, готовится к таинству причащения, поститься, тот же Великий Успенский пост, Рождественский, Петровский, не так строго, как другому своему духовному чаду. Потому что он видит меру, которую может понести каждый конкретный человек. Бывают сложные житейские ситуации, когда человек сам не знает, как поступить. Ему нужно благословение опытного священника и молитва священника в этот момент. И опять же, в таких случаях человек должен обратиться не к первому встречному священнику, а к своему духовнику, если есть такая возможность. Сейчас, в эпоху распространения и сотовой связи, и интернета, мне кажется, в этом вообще нет никаких затруднений. То есть вы можете своему священнику написать сообщение, вы можете ему позвонить, он вам перезвонит. В любом случае, не придется ехать за какие-то сотни километров, как это было раньше, например, в советские годы, когда церкви во многих краях были закрыты, и человеку невозможно было иногда даже какое-то определенное таинство принять. Поэтому духовник нужен. А вот духовничество, на это нужно специальное благословение брать? Если, например, человек постоянно причащается, исповедуется у одного священника, он является духовником? Я думаю, что можно так сказать, да. По крайней мере, если этот человек почувствует, что его постоянный священник, например, в его приходском храме, куда он ходит, не может или не готов дать ему ответ, он у этого священника должен взять благословение и поехать к более опытному наставнику, может быть, в какой-то монастырь. Может быть, в таких случаях этот священник сам спросит о своем прихожанине, о своем духовном чаде, у того духовника, у которого он, в свою очередь, исповедуется. Потому что норма и даже правило, чтобы у каждого человека, особенно священника, был свой духовник, тот, у которого он исповедуется. Пусть не часто, но с серьезными вопросами он приходит именно к нему. И вот в таких случаях, если священник находится в заструднении, он говорит своему духовному чаду, подожди, я спрошу у своего батюшки, у которого я исповедуюсь, а ты пока помолись, и я пока помолюсь. Вот это будет правильным ответом. А духовный отец может быть священником молодого возраста? Тут все, опять же, индивидуально, потому что тут дело не в возрасте. Тут дело в некой традиции, преемстве, наследственности, в полученном духовном образовании. Этот священник может быть молод, но он может быть из самосвященнической семьи, из детства воспитывался. Тут все очень разно. Не надо думать, что молодой священник, это еще недостаточно опытный, а старый, пожилой священник, это уже человек скучный, неинтересный. Здесь надо выбирать, как вы правильно сказали, некое духовное родство. Ведь не зря же возникла поговорка, что каков поп, таков и приход. Потому что люди подбираются, тянутся к священнику по духу. Те, кому требуется утешение, они, может быть, соберутся вокруг пастыря неунывающего, жизнерадостного, веселого. А те, кому требуется более строгое духовное руководство, они найдут себе более строгого священника, может быть, даже сурового. Но вот этому человеку нужен суровый врач, а этому человеку нужен врач веселый. Бывает и так. Спасибо за ваш актуальный комментарий. Это был протеерей Максим Кравченко. Увидимся с вами завтра в это же время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!